А с этой стороны мы начинаем ответвлять. Веточки у березы, они уходят в сторону. Этот мастер-класс проводит художник-волонтер Ирина Лыкова. У вас прекрасно получается. Вы художник? Нет? К концу занятия на листах детально прорисованная береза. Домашнее задание – одеть ее в цвет. И шанс стать художником. Приучаются к красоте, к искусству и созидании. Это развитие со всех сторон. Творческие занятия помогают подопечным масла снять тревожность, поделиться эмоциями и тем, о чем не решились рассказать даже специалистам. Например, возьмем два разных рисунка. На одном из рисунков мы видим, какие открытые глаза, хорошее позитивное настроение. Тут более напряженное лицо. Значит, необходимо понимать, что необходимо поработать с данным человеком и поговорить, что его беспокоит и о чем, может быть, он вот так переживает. Тренинги, лекции, мастер-классы здесь ежедневные. Самые разные. От столярного дела и арт-терапии до йоги. Руки на плечи, вращение наружу и внутрь. Проводит занятие волонтер студентка медуниверситета. Это ее исследование для дипломной работы о влиянии йоги на эмоциональное состояние. И цели наставить перед собой конкретно. Уменьшить уровень тревожности, улучшить уровень самоконтроля. Говорит, результат виден после каждого занятия. Какие занятия больше всего нравятся здесь, в области? И гимнастика, и лошадка, и ходьба. Волонтер Мария окончательно решила, что работать будет в направлении реабилитации людей с ментальными особенностями. А надо, конечно, именно картинки. Вот. Вот эти вот, что ли. А это занятия по компьютерной грамотности. Индивидуальные. Они тоже включены в расписание. Хочу как бы освоиться в интернете, чтобы уметь записываться ко врачу. Уметь, короче, находить нужную информацию. Вообще для обучения так не необходимо. Время-то еще раз не стоит на месте. Надо развиваться и соответствовать. Педагог тоже Мария. Еще один волонтер из Архангельского медуниверситета. Если я могу чем-то помочь, если у меня есть такой ресурс и возможность, то почему это не реализовать? Это и другим людям помощь. И я в своих глазах тоже расту, получается. Но мост – это не только многочисленные занятия для стабилизации состояния людей с ментальными особенностями здоровья. Это прежде всего повседневная житейская помощь. Здесь они целый день, сыты, при деле, не опасны для окружающих. Мост – это помощь, нахождение работы. Общение, получение каких-то знаний, реабилитация после больницы. Занятия различные, кулинарийные происходят. Можно оправдышевать, шить на машинке. Мне это очень нравится. Это реализация себя в чем-либо. Это участие в проектах, интересных проектах. Для меня мост – это та организация, которая мне помогает развиваться, расти духовно, физически, морально. А еще мост помогает своим водопечным не попадать в интернат, а оставаться дома. Специалисты этой НКО говорят, что именно здесь чувствуют себя людьми. Готовы делиться любовью, знаниями, опытом, чтобы сделать чью-то жизнь хотя бы чуточку лучше. И так уже 20 лет. У нас все такое большое, великое, что-то такое, мост, я так понимаю.